Сила консультации, по-моему, места не было и что-то такое. Да, вообще места не было. Как ты выбывал место себе? Да, я... Что? Мы сильно начали минусовать. Ага. То есть сотрудников, если всех отправить домой, компания закроется, разорится, команду собрать очень будет тяжело. Ситуации стали причиной, что ты начал активно работать над собой. Ты начал больше учиться и больше сфокусироваться на себя. И все приблизилось к таким уже критическим цифрам, когда и товара нет, и команду надо содержать. Произошел такой форс-мажорная, так скажем, ситуация, когда дамбу прорвало в том районе. То есть мы целый год пандемии выдержали крепко, стойко, ни один день не закрылись, все сотрудники на работе. Несмотря на то, что все общепиты закрыты, мы работаем, находим, куда этот товар продавать. Ага. И одно прекрасное утро, оказалось, что там где-то недалеко есть дамба, которая прорвала, и наши склады полностью под потолок, затопило, утопило, и мы просто в одно утро потеряли весь товар, все оборудование. То есть получился год и так, и так был тяжелый? И так тяжелый, мы все свои резервы израсходовали, все, что было там накопительный, содержать команду, содержать, все уже потратили. Только собирались выдохнуть. Теперь собрались уже начать работать, и на тебе и товар нету. И нас скосило полностью. Вау. Просто в одно утро у нас снесло весь товар. Ну, считай, все имущество. Ну, да. И получилось так, что мы сильно начали минусовать. Ага. То есть сотрудников, если всех отправить домой, компания закроется, разорится, команду собрать очень будет тяжело. Не отгружать клиентов, потеряем рынок. А с другой стороны, ежедневно получается, мы минусовали 100 тысяч, 150 тысяч. Каждое утро я стою, баланс минус 100, минус 150, минус 100, минус 150. 150 тысяч рублей каждый день. Каждый день. Каждое утро это минус 150 тысяч рублей. И все приблизилось к таким уже критическим цифрам, когда и товара нет, и команду надо содержать, и денег уже нет, и минуса почти 18 миллионов. И как-то надо было с этой ситуации выходить, потому что это не так, что было за одно утро, это было 3, 4, 5, 6 месяцев накопительный эффект. Да. И не находил я выход из ситуации. А как ты узнал про нас? Я общался с разными предпринимателями. Я все писал на цифрах, каждый день, что у меня происходит. Была такая табличка, где вся динамика, весь процесс виден. Цифры были видны. Цифры были видны. Я к предпринимателям ходил, которых я знал, тем, вторым, третьим. Говорил, вот такая у меня ситуация, как поступить, как лучше сделать. Кто-то говорил, все, лучше пока. Ты же каждый день минусуешь. Представь. Лучше закрывали. Да, за 10 дней еще минус миллион, за 10 дней еще минус миллион. Три миллиона каждый месяц. Закройся, продай, не продай, давай мой друг купит у тебя. А вот какого-то решения, то есть сохранить, выйти из ситуации и улучшить, я не находил. И под конец еще коронавирус вроде проходил, у меня еще и с коронавирусом. Заболел, да? Заболел, слег под всем этим временем грузом. Тогда был такой страх, что если заболешь коронавирус, то можно умрять. Да, у меня было... У всем такой паника была. У меня было такое состояние, 46 или 47 дней прям вот лежал. Знаю, что на фильме такая ситуация. Пока я лежу, то есть пока я лежу 45 дней, вот 4,5 миллиона еще долг прибавился. И еще сижу в интернете, в ютубе, уже смотрю схемы, слушаю ролики, набираю, как избавиться от долгов, как решить долги, что-то такое, на балл уходит первый ваш ролик. Да? Да, именно как раз перед этим должен был быть курс в Москве про финансовую грамотность. И я помню, что в тот день я хотел купить такой онлайн-курс, он стоил 4 600. Ага. Мне это показалось так дорого в своей ситуации. 4 600 рублей. Да, и даже плюс, у меня минус только. Еще, думаю, еще долг сейчас прибавится. И всегда я его купил, посмотрел, он мне понравился. И мне менеджер прислал сообщение, что в Москве через там 10 или 12 дней будет обучение. собрал себя в руки и иду на работу. Вот больной, весь такой, уставший, все. Жена говорит, ты куда? Я говорю, я на работу. Ты там умрешь. Я говорю, я лучше там умру, чем здесь умирать. собрался и поехал в офис, сел, заново начал пересматривать, начал готовиться к поездке. И вот так я первый раз попал на тренинг. Вот я помню, что ты в Москве, когда был у нас тренинг, ты, по-моему, пришел на тренинг, потом сразу на консультацию, по-моему, просился, насколько помню, или что-то такое было, по-моему. Я, дорогие друзья, когда первый раз Шерман подошел, я, по-моему, там автограф давали, что-то давали, я помню, что ты подошел, ты просил на консультацию, по-моему, места не было, и что-то такое. Да, вообще места не было. Как ты выбывал место себе? Да, я расскажу эту историю. Я просидел курс, слушаю и думаю, а я чуть такой скептик в этом, в плане обучения, в плане... Ну, многие вначале, да? Вначале так бывает, когда ты там сам руководитель компании, думаешь, что все знаешь. Да. Послушаю, думаю, вроде правильно все говорит. Ага. Начинаю циферки ставить, тоже вроде все. Думаю, вот я же столько ходил с людьми, консультировался, с толькими общался, и думаю, терять-то нечего, пойду проконсультируюсь. Ага. Подхожу, спрашиваю, есть ли консультация. Мне говорят, да, есть, через 14 дней. Ага. То есть 3 недели места... Я говорю, через 14 дней у меня уже бизнеса не будет. Говорю, можете не консультировать. И вот так вот схожу в раздумьях, как что сделать, как попасть на консультацию. И мне говорят, никак. Я вижу, вы сидите, там сидят с Дубаев, кто-то сидит с Австралии, парень приехал, прямо вот так в ряд на скамеечке сидят, в очередь на консультацию. Думаю, ладно, где моя не пропадала, прямо к вам подошел, говорю, я на консультацию. Говорю, помните, я вас на тренинге был? Ага. Да, я помню, но иди запишись. Я говорю, там 2 недели запись мне что идет. Ну, через 2 недели приезжай. Я говорю, через 2 недели у меня бизнеса не будет уже. И помню ваше удивление, как вы на это отреагировали. Сказали, ну, посмотрели на график, на время. Сказали, у меня есть 1 час в 4 утра. Ну, потому что надо было аэропорт уже 5 лет. А у меня был билет купленный. У меня был билет купленный на 10 вечера. Я так думаю, так, билет, 5 тысяч туда, это туда, деньги уже считаю. Потом думаю, слушай, днем раньше умрешь, днем позже умрешь. Ничего страшного, подумай, иди. Вот так на все махнул, выкинул билет. Вы тоже сказали, смотри, человек с Австралии прилетел на консультацию, а ты с Махачкалы не можешь прилететь. Я думаю, правильно говорит. Подумаешь, днем раньше, днем позже, остался, и вот так мы с вами 4 утра первый раз в 1. Скажи мне, пожалуйста, вот ты пришел к нам на тренинг и начинал, вот очень важный момент, что вот эти ситуации стали причиной, что ты начал активно работать над собой, ты начал больше учиться и больше сфокусироваться на себя и так далее. Вот сейчас дальний момент, если так посмотреть с того ситуации, когда ты пришел, получается, что минус 18 миллионов и так далее. Я помню первая консультация, когда мы делали, мы начали анализировать все твои финансовые положения, потом я поручал финансиста, найди того, того, ты сделал, отправлял меня и так далее. Помнишь, мы начали вот таком, пошагово, вот такой шаг за шагом, шаг за шагом рост. Получается, что порою вот эти ситуации, они на самом деле приходят, чтобы человеку дать силу или открыть, раскрыть в человеке, раскрыть в человеке что-то новое, раскрыть в человеке что-то другое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok